11 ноября арбитражный суд Московской области отказал директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину в удовлетворении иска. Руководитель народного предприятия был не согласен с оценкой стоимости акций совхоза. В КПРФ такое решение суда называют знаковым. 11 ноября суд принимает решение, по сути дела, передачи пакета акций, контрольного пакета, который принадлежит коллективу совхоза имени Ленина в руки рота Агры и Полихатовской шайки, которая ведет атаку на это хозяйство уже на протяжении двух лет. Проблемы у директора совхоза имени Ленина начались в 2018 году. Тогда Павел Грудинин был кандидатом в президенты страны от КПРФ. Только по официальным данным его поддержало более 8 миллионов россиян. С тех пор состоялось более тысячи заседаний судов. С февраля 2018 года в отношении ЗАО совхоз имени Ленина, его генерального директора и ближайшего окружения возбуждено более 200 судебных дел. Независимо от местонахождения ответчика, все суды, абсолютно все, рассматриваются в Видновском суде и в арбитражном суде Московской области. Решение суда от 11 ноября в очередной раз показывает, что ни власть, ни судебная система не заинтересованы в том, чтобы найти справедливое решение. Судья совершенно безвозмездно передал Саблинско-Полихатовской группе Рота Агро полный контроль над предприятием. Но не только суды. Вся система госорганов мобилизована и выполняет одну и ту же задачу. Служба судебных приставов бьет все рекорды, выходит за все допустимые границы. Их самым выдающимся достижением можно считать оценку акций совхоза в 8 раз ниже рыночной стоимости. Судебный пристав-исполнитель подобрал фирму-оценщика, которая зарегистрирована в Красноярске. Отчет выполнен в Краснодаре и никем не был подписан. Совхоз имени Ленина на сегодняшний день является одним из передовых сельхозпредприятий страны. Он сохранил все лучшие советские традиции ведения хозяйства, добавив к ним современные технологии. В поселке совхоза на деньги предприятия построены детские сады и школы, которые считаются лучшими в Европе. Он построил лучшие детские сады. Вы только посмотрите на эти счастливые лица, ребятишек. Он построил лучшую школу с техническими классами, где заложены принципы лучшей советской и русской школы. Где у педагоги понимают, что кроме образования нужно еще и воспитать человека, достойного гражданина. В КПРФ отмечают, что ситуация вокруг совхоза имени Ленина только подтверждает тенденцию по усилению давления на левые силы. Активистов и сторонников партии преследуют по надуманным поводам. В этом году отмечается особо ожесточенное отношение правоохранительных органов судебной системы к нашим активистам, к нашим сторонникам, членам нашей партии. При этом правоохранительные органы проявляют удивительную толерантность к тем, кто фальсифицировал выборы, кто подделывал результаты во время голосования. По мнению депутатов от Компартии, создается впечатление, что во власти есть силы, заинтересованные в разрушении системы здравоохранения и образования. В том, чтобы ликвидировать передовые хозяйства, продолжаются нападки на все народные предприятия. Но совхоз имени Ленина – это не только выдающиеся народные предприятия, которые показывают прекрасные примеры хозяйственной. Это и конкретные люди. Те подписи, которые сегодня будут переданы генеральному прокурору, это подписи конкретных людей. За каждой подписью стоят семьи, стоит судьба молодого поколения. В КПРФ заявили, что будут защищать совхоз имени Ленина. Лидер Компартии Геннадий Зюганов обратился к президенту страны и генеральному прокурору, чтобы остановить рейдерский захват народного предприятия. На встрече с президентом я вручил ему целый пакет документов, связанных с неправовыми решениями судей по попытке рейдерского захвата совхоза имени Ленина, по нападкам на все народные коллективы предприятий, будь то Звениговская, Мариэл, Уссолье, Сибирске, Виркутской области, или целый ряд предприятий, которые у нас базируются на Северном Кавказе. Президент дал необходимые поручения, в том числе и прокуратуре. Сейчас будет выступать и отчитываться генеральный прокурор о соблюдении законности в стране. Я надеюсь, что в этом выступлении прозвучат вполне внятные ответы на эти вопросы.